Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас сравнительные тесты двух пил. Пора назад в колодец, тварь. На многофункциональных ножах, а именно Бекер Тех Тул Карбон 4 и Викторинакс Свист Чемп. Длина пилы у Бекера составляет 78 мм, у Викторинакса 75 мм. Однако, поскольку у Бекера есть тут небольшой тупой участок, длина рабочей части обоих пил составляет 69 мм. Тестировать мы их будем на данной доске. Шарина доски составляет 57 мм, высота 21 мм. Ну что ж, скажем о спонсорах и приступим к тестам. Данный нож предоставлен магазинам про ножи, ссылка находится под видео. Хорошие цены на ножи, в основном ножи американских и европейских брендов. А, например, нож Спайдерка Милитари стоит 13 тысяч с копейками. Согласитесь, цена неплохая. Данный нож предоставлен продавцом Ксения ВКонтакте. Также хорошие цены на ножи Викторинакс. Но, в общем-то, на моем канале она в представлении не нуждается. Ну что ж, друзья, хватит лирики, приступаем к тестам. Поехали! 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 Стоп. Поехали. Стоп. Поехали. Стоп. Пила у Бекера чуть толще, чем пила у Викторинокса. При этом обе пилы к обуху сужаются, чтобы их не закусывало. Так вот, у Викторинокса она сужается чуть больше. Возможно, это сыграло роль. Но, однако, давайте начнем второй раунд. Форт. Поехали. Стоп. Поехали. Стоп. Так, ну что ж, друзья, во втором раунде пила Викторинокс справилась за 17 секунд. Пила Бекера за 21 секунду. Короче, погнали. Третий раунд. Поехали. Стоп. Поехали. Стоп. Ну что ж, друзья, таким образом в трех раундах пила Викторинокс все-таки победила. В среднем на 5 секунд быстрее она справлялась. Возможно, кто-то упрекнет меня в том, что я сделал все таким образом, чтобы Викторинокс победил. Но на самом деле нет. Мне было интересно посмотреть объективные тесты. Мне оба этих ножа импонируют. Но, в принципе, получилось то, что получилось. Все-таки чуть-чуть более грамотно сделана пила Викторинокс. При этом обе пилы вполне рабочие, обе справляются. Вы знаете, вот я пилил ими. Ну и, в общем-то, по удержанию в руке, что та, что та. Ну, достаточно удобные по работе тоже. Оба инструмента, в принципе, неплохо пилят без каких-либо напрягов. Ну, просто пилишь и пилишь. Ну, в общем-то, что сделаем такой вывод. Обе пилы рабочие. Пила Викторинокс чуть лучше. Но, все-таки, Викторинокс уже больше сотни лет занимается выпуском многопредметных складных ножей с кучей различных инструментов. И, видимо, бекеру есть чему у них получиться. К тому же, данный бекер все-таки изготовлен в Китае. Интересно, если бы его в Германии делали. Насколько бы успешно он состязался с Викториноксом. Ну, ладно, друзья. В общем, выводы сделаны. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания.